С 1 января этого года в Чувашии родители, не выходя из дома, могут поставить своего ребенка в очередь в детский сад и отслеживать, как она продвигается через единый портал государственных и муниципальных услуг. Татьяна Трофимова встретилась с родителями, которые одними из первых воспользовались этой услугой. Маргарите еще нет и месяца, но она уже стоит в очереди в детский сад. И сделали это ее родители новым способом – воспользовались электронной услугой. Она позволяет оставить заявку сразу в 5 детских садов, выбрать подходящее учреждение для ребенка. Третья страничка – свойства заявления и требуемого образовательного учреждения. Зачисление первичное, режим пребывания полный, программа, любая или примерно основная общеобразовательная программа от рождения до школы. В очередь можно встать с момента рождения ребенка, но с учетом предполагаемой даты, когда родители планируют отдать малыша в детский сад. Страница пятая – свойства комплектования. Предлагать места в ближайших детских садах. Предлагать. Указать желаемую дату поступления ребенка в детский сад. Когда мы пойдем в детский садик? Это в сентябре какого года? 2015. К заявке в интернете к тому же необходимо прикрепить и электронные версии документов. Паспорт родителя – свидетельство о рождении ребенка. Получается, если нет электронных версий документов, то придется идти, наверное, в МФЦ. Но у нас есть. Взяли документы, сфотографировали их на фотоаппарат. В МФЦ или отдел образования придется обратиться и тем родителям, у которых под рукой нет интернета. Тем, кто уже стоит в очереди на детский сад, на сайте регистрироваться не нужно. Екатерина отзывается о подобной услуге положительно. Мне понравилось, потому что, во-первых, для того, чтобы пойти в районную администрацию и зарегистрироваться, нужно попросить бабушку или нянечку, чтобы остались с ребенком. Покормить – проблема. Сходить, простоять очередь, подать документы, вернуться. Все это время. А тут зашла в интернет, зарегистрировалась, и ребенок уже стоит в очереди. Возникают проблемы с сохранением персональных данных, естественно, там свидетельство рождения ребенка, паспортные данные родителей. Эту тему тоже мы будем отрабатывать, решать. Не у всех граждан есть сегодня персональные данные уже где-то с Интернет. Но когда-нибудь уже родители будут достаточно ссылку сделать на свой документ. С начала года 122 человека воспользовались этой электронной услугой. На одного ребенка можно подать только одну заявку, но выбрать при этом пять садиков, первый из которых станет приоритетным. Очередность определяется по каждой образовательной организации. И она может меняться, так как на сайте могут регистрироваться дети, у которых есть льготы. После оформления заявки на очередь в детский сад, родителям должны позвонить и подтвердить появление данных на ребенка в базе. На обратную связь может понадобиться неделя. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.